Итак, всем привет, моя зелёная банда, с вами Fluttergreen, я немного тут попиваю, собственно, поэтому я могу говорить иногда невнятно, сорян за это, просто депрессуха, все дела. Собственно, я решил сделать реакцию на опасный незнакомец по нестрашилку и вспомнить былое. То, когда я делал реакции на старые какие-нибудь популярные пони-страшилки, которые выходили, которые много просмотров собирали ранее, называется она 600... а, называется 600... опасный незнакомец, собрала она 600 тысяч просмотров, комментарии отключены, непонятно зачем, но ладно, давайте-ка смотрим. И да, пони-креатор, потому что всё-таки 2 года назад выпущено. Одна девочка, 10 лет, дом у неё был в лесу, в школу надо было выходить за час, чтобы дойти до остановки, а потом ещё полчаса ехать в школу. Но в школу девочка не ходила, так как были летние каникулы. Как-то раз днём она села посмотреть телевизор. Universal Pictures представляет. И вдруг слышит. Говорит кто-то. Она очень удивилась. Кто же может говорить? Ведь родители на работе. Подошла к окну и видит. Стоит мальчик. Лет 10-11. Смотрит на неё. Вдруг резко исчез. Но я не вижу никакого мальчика. Ладно, это жалкое замечание. Открывает, а на пороге тот же мальчик стоит. Смотрели они друг на друга минут 5. А потом девочка предложила ему чай. Мальчик кивнул в знак того, что не против. Девочка посадила его на кухню, заварила чай и начала спрашивать его. На вопросы он не отвечал. Эх, старые страшилки. Как же хорошо обрезан чай. Точнее кружка с чаем. Чай не пил. Потом девочка предложила ему поиграть. Мальчик снова кивнул. Она предложила поиграть в догонялки. Но мальчик помотал головой. Много игр было предложено. Но на всё он мотал головой. И вот настал вечер. Мальчик исчез. Когда родители зашли в комнату девочки, она рассказала им о мальчике. Но родители не верили ей. Окей. После вкусного и плотного завтрака она... Почему вилка какая огроменная? Почему блины так плохо обрезаны? Снова услышала голоса. Быстро пошла к окну и увидела вчерашнего гостя. Девочка предложила ему выпить чаю. На этот раз мальчик согласился. К вечеру мальчик снова таинственным образом исчез. О нет! На этот раз она только маме рассказала, что к ней снова приходил этот загадочный мальчик. Мама не выдержала и запретила ей открывать дверь и ходить на улицу неделю. После того, как родители уехали на работу, она сразу же подошла к окну и снова увидела того же самого мальчика. Она вспомнила то, что ей нельзя открывать дверь и выходить на улицу. Тогда она открыла окно. Мальчик вошел к ней. Она предложила ему выпить чай, но он вышел через окно и пошел куда-то в лес. Девочка убежала за ним. Пробежав километр, она очутилась около озера. На дне озера она увидела мальчика. Вдруг он вылез из воды и потянул девочку в озеро. Она пыталась сопротивляться, но ему все же удалось затащить девочку под воду. Девочку долго искали родители, потом уткнулись на озеро. В нем на дне лежали два трупа. Мальчик в озере – это призрак. После развода его отец не хотел... Теперь типа, ой, давайте объясним, что такое, что за мальчик. Ведь людям непонятно, что это призрак, или что-то типа того, после того, как он просто пропадал. Оставлять сына с матерью. Пригласил его прогуляться до озера. Когда они пришли к озеру, то отец стал топить своего сына. Через пару минут ему удалось. Мальчик стал призраком. Теперь бродит по миру и ищет детей своего возраста. Специально ищет одиноких, чтобы он им понравился. Теперь мальчик и девочка ходят по миру вместе. И дом, в который они отправляются, может стать твоим. О, нет! Боже мой! О, факинь щет! Ладно, это... Уже перебор и не реакция какая-то. Ладно. А... В предложках сразу Маша и Медведь. Челлендж шоколад и настоящая Минка. Что? Почему она хавает туфлю? А... Окей. На этом, пожалуй, все, ребят. С вами был Flutter Green. М-м-м-м-м! Почему я, когда пьяный, такой веселый всегда? Ладно. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Flutter Green. Всем удачи, всем пока. Ладно.